Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Вала Щу. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Всем доброго утречка! Идем приобщаться к богемной жизни в ресторан Богема. Здесь проходят завтраки. Надеемся, что здесь соответствуют высшему уровню нашей творческой элиты. Пойдемте, позавтракаем вместе. Вроде бы просто шведский стол, а тоже додуматься надо. Первоначально это был стол с готовыми закусками, аперитивами, перед основным столом у шведской знати сотни лет назад. Первое впечатление о богемном ресторане. Нам сказали, что мест нет, идите жмите. Ну, мы привычны, мы же старая русская интеллигенция. В Советском Союзе привыкли в очередях стоять. И сейчас постоим, ничего с нами не случится. Затем шведский стол. Распространение такого принципа продажи еды на шведских железнодорожных станциях в 19 веке, чтобы люди могли успеть поесть за время стоянки поездка. А в 20 веке, особенно в конце 20 века, распространение такого подхода по всему миру. И в первую очередь в отелях и санаториях. Особенно хорошо научились это делать турки в своих отелях. All inclusive, все включено. В пятизвездных турецких отелях это довели до совершенства. Столик на массово вели, сейчас тот день в скатерть, будем трапезничать. Мы каждый год раньше ездили в Турцию. Несмотря на то, что многие с Теббалисом там и смеялись, о, в Турцию, типа, отстой. Да прекрасные там отели, просто прекрасные. Прекрасный отдых, все включено. И экскурсии стали делать хорошие, все там отлично. Но по поводу шведского стола в турецких отелях пятизвездных, это просто высший пилотаж. Выбор богатейших. И закусок, и мясных, и рыбных блюд, и десертов, и допитков. И подают шампанское для любителей взбодриться с удреца. Да и крепкие напитки, если попросишь, принесут. Все там есть. И да еще и последние мы отели, вот мы были, Selectum новый отель там открыли. Ему говорят, семизвездный он даже. Так там вообще кухня разных народного мира. Даже присутствуют реально повара из Китая, из Таиланда. Не просто турки, а вот именно вот отдельно повара готовили такие. Но я вернусь к нашему отелю Residence и ресторану Богема, в котором и проходит завтрак. Шампанское с утра, конечно, не подают. Тут разнообразие тоже не такое, как в пятизвездных турецких отелях. Но неплохо. Традиционный омлет, яйца вкрутую, жареный бекон, сосиски, картофель, каши, свежие овощи, мясные закуски, сыр, йогурты, выпечка, крюассаны, соки, фрукты, даже арбуз. И, что мне понравилось, очень хорошие автоматы по приготовлению кофе. Выдают девять видов кофе. Реально, не один и тот же вид при нажатии разных кнопок. Как бывает в разных других местах. Нажимаешь разные кнопки, а кофе льется один и тот же. А действительно, и капучино, и латте, и макачино, и американо, и эспрессо, и еще какие-то виды, я даже не запомнил. Завтрак, на самом деле, может удовлетворить вкусы даже прихотливого человека. Вкусно, чисто, вежливо, все свежее. А небольшая задержка в начале, когда нас заставили ждать освобождения какого-нибудь стола, только добавила небольшое приключение в наше прекрасное путешествие. И позволила вспомнить эпоху советских очередей. Поэтому мы благодарим ресторан и за вкусный завтрак, и за эти воспоминания и чувства. Всегда надо облакоровать любую трафизу. Раньше я ужин обычно лакировал, знаете чем, кофе с коньяком и сигарой. Но потом бросил и горит и пить. Одно удовольствие, кофей и корни лакировать трафизу. Всем привет, рокерам. Ну что могу сказать, все свежее, выбор богатый. Много овощей всяких, свежих, бекончик, трафизочка, буженина. Окорок какой-то. Кофе хороший, запеканочка и йогурт. Да, это все я съем. Во мне 110 килограмм веса. Немного надо. Ну вот все. Слоник все скушал. Все поместилось. Заправился энергией на полдня. И сейчас пойду сочинять для вас очередной рок-шедевр. Ждите. Думаю, понедельник, вторник будет готов. В среду край. А кто вам говорил, что будет легко? Я такого не говорил. Все будет прекрасно, не переживайте. О, позавтра кормили. Слоника накормили и червячка замариней. Что хочешь сказать? Вкусно. Все свежо. Кофе великолепный. Ну, действительно, приятно. Единственная небольшая была задержка сначала. Но все накрыли, все убрали, все пригласили. Все великолепно. Хороший ресторан. В Багеме здесь можно и завтракать, и обедать, и ужинать. Хочу вам рассказать про завтрак. Что входит в стоимость услуг. Нам говорили, что оправдан ранний подъем. Что вкусно тут. Чтобы проверить эту инфу, решили мы пораньше встать. Часов на десять свой будильник поставили, чтобы не проспать. Оправдан ли, понять хотелось, подъем ни свет и ни заря. Решились на поступок смелые, и оказалось, что не зря. Но поначалу удивились, узнав, что нам придется ждать. Все точно, как в советском стиле. Но нас же этим не сломать. Мы же русские интеллигенты. Мы выросли в очередях. Различные эксперименты власть долго ставила на нас. Мы подождем. Не столько ждали. Вождей пересидели всех. Брежнев, Хрущев и даже Сталин из нас не вытравили смех. Поэтому лишь рассмешили нас с этим мелким дефиле. Нам так хамили, что идиллий не ждем от мира мы нигде. Но долго ждать не довелось нам. Освободился один стол. И мы пошли победоносно шведский отведать разносол. Ну что могу сказать. Неплохо. Даже сказал бы хорошо. Разнообразно, вкусно, много. К тому же очень все свежо. То есть не зря мы все же ждали. Не обманул нас отельер. А Брежнев научил и Сталин не избегать очередей. Из жизни русской профессуры. Из жизни докторов наук. Истории вам без цензуры. Расскажет рокер Валащу.